В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. Глава Ленинского городского округа посетил завод гипсобетон. На сегодняшний день здесь сотрудничество между нами в любом случае есть. Видным прошла акция «Мы вместе» в память жертв теракта в подмосковном Кроку-Сити-Холле. Я решил в нем поучаствовать, потому что приношу свои искренние чувства сюда. Проверила работу медучреждения муниципалитета заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Зинатулина. Глава Ленинского городского округа продолжает знакомство с промышленными предприятиями, расположенными на территории муниципалитета. В сопровождении руководства местного отделения торгово-промышленной палаты он посетил старейшее предприятие округа завод гипсобетон. Экскурсию по заводу гипсобетон для главы Ленинского городского округа Станислава Катрова проводит директор предприятия Эдуард Мысев. Более 60 лет здесь производят сухие смеси для строительства гипсобетон, а также ряд изделий из них. Это гипсовое вяжущее, где мы храним наш любитель-старатели. Они тоже производят сухие строительные смеси. Соответственно, приезжают весь 8 таких почек. Можно сказать, что предприятие относительно компактное. Коллектив всего 175 человек. Но стоит отметить, что только в прошлом году акционерное общество гипсобетон заплатило в бюджеты разных уровней налогов почти на 90 миллионов рублей. В ходе экскурсии Станислав Катров узнал и о технологии производства. Вон там вот мельница есть, перемалывается вот вообще в пыль простую и потом загружается в этот котел. В котле избавляют от влаги. Та внутренняя влага, которую держит камень, да, то есть она вся уходит. Предприятие постоянно модернизируется. Например, относительно недавно здесь установлен робот для погрузки готового товара. Казалось бы, нехитрая операция, но он заменил четырех человек и окупился в течение восьми месяцев. Рассказали главе округа и о ближайших планах по расширению производства. Коллеги планируют, вы также видели, вот в той части предприятия сейчас строительство дополнительного цеха и инвестиции порядка 800 миллионов рублей под расширение производства строительных смесей. У коллег есть четкое понимание, как они движутся, где они берут деньги для инвестиций. Поэтому на сегодняшний день здесь сотрудничество между нами в любом случае есть. И там, где мы сможем помочь, если вдруг это будет необходимо, мы, конечно же, обязательно это сделаем. Подобные визиты неизменно входят в плотный рабочий график Станислава Катарова. Они позволяют не только поближе познакомиться с производствами, но являются своеобразным приглашением к сотрудничеству, совместной реализации на территории муниципалитета коммерческих и социальных проектов. Человек глубоко поглужен в проблемы нашего региона и, соответственно, всеми своими силами будет помогать нам, а мы помогать ему. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнар Балаева. Видное ТВ. По всей стране прошла акция «Мы вместе» в память жертв теракта в подмосковном Крокус-Сити-Холле. В Ленинском округе она прошла на Аллее Славы. 30 марта жители почтили память погибших и возложили цветы к мемориалу. 30 марта был девятый день гибели людей во время теракта в Крокус-Сити-Холле. На Аллее Славы члены Молодой гвардии «Единой России» и волонтеры движения «Первых» создали из 250 горящих лампадок летящих журавлей – символ мира и памяти. Сейчас самое важное – это объединиться, чтобы показать всему, всей стране, всему миру то, что вместе мы – сила. Субботним вечером на Аллее Славы собрались представители администрации, активисты Молодой гвардии, члены и сторонники партии «Единая Россия», волонтеры движения «Первых» и неравнодушные жители округа. Все они пришли вновь возложить цветы к мемориалу. Проведение таких мероприятий важно для того, чтобы жители могли сплотиться. Я решил в нем поучаствовать, потому что приношу свои искренние чувства сюда, стараюсь как-то помочь и считаю это своим долгом. Акция «Мы вместе» стала данью памяти погибшим, а общая скорбь объединила всех присутствующих. Инга Инчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ В продолжении темы. В Видновских парках прошла акция «Журавли», посвященная памяти жертв теракта. Организаторы мероприятия провели профилактическую беседу и викторину по правилам безопасного поведения при пожаре и других чрезвычайных ситуациях, а также мастер-класс по изготовлению бумажных журавлей. По-настоящему весенняя погода располагала к прогулкам на свежем воздухе. Сотрудники Центрального парка совместно с активистами молодой гвардии организовали мероприятие, в рамках которого провели профилактическую беседу и рассказали об основных правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций в общественных местах. Это важно как и для взрослых, освежить какую-то память, потому что в школе это все рассказывали взрослым и подросткам, но освежить как-то нужно. Детям это безусловно нужно знать, потому что даже последняя трагическая ситуация, погибло много детей. Мало кто, видимо, знал эти правила, раз так все это произошло. Во время небольшой викторины участники могли проверить свои знания, отвечая на вопросы. Я думаю, что это прекрасно, что даже парки подключились к этому событию, решили все-таки организовать такое мероприятие, ну и развивать общественную жизнь нашего округа. Это прекрасно. Я очень рад, что именно парки взяли это за свою инициативу. Вот это мероприятие, оно проходит сегодня в трех парках. После познавательной части все желающие могли принять участие в мастер-классе по изготовлению бумажных журавлей. Творческое занятие особенно понравилось юным посетителям парка. Мы в садике делали такие поделки, делали такую лисичку, кораблик и самолетик такой же. Ирина Рожкова пришла на мероприятие вместе со своей большой дружной семьей. С мужем, сыном и двумя дочками. Погода прекрасна, решили выбраться прогуляться. Увидели, что здесь проходит мероприятие в честь памяти, решили присоединиться. У меня трое детей. Им было очень интересно. Сделали журавликов в памяти погибших. Очень сочувствуем этой трагедии. Акция памяти журавлей прошла в этот день еще в двух парках Видного. В Тимоховском и Расторгуевском. Наталья Буслаева, Алексей Астафуров, Гульнар Балаева, Видное ТВ. Заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Зинатулина в ходе рабочей поездки дала старт первому в России отделению обслуживания вызовов на дом и проинспектировала работу нескольких медицинских учреждений Видновской клинической больницы. Среди них детская и взрослая поликлиники, стационар и модуль диспансеризации, который стал важным пилотным проектом Министерства здравоохранения Московской области. Модуль начал работу ровно год назад. За прошедшее время медики отработали схему эффективного обслуживания пациентов. А сам модуль оснастили самым современным диагностическим оборудованием. Модуль, построенный на территории ВКБ, имеет площадь более 500 квадратных метров. Здесь трудятся 20 высококлассных медицинских работников. О важности их работы говорит, например, тот факт, что с начала года благодаря диспансеризации выявлено 15 онкологических диагнозов на ранней стадии, что дает надежду на выздоровление пациентов. Всего же за время существования модуля здесь прошли обследование 11,5 тысяч человек. В Винновской школе номер 11 организовали торжественную линейку по случаю награждения учеников, которые участвовали в благотворительной акции «Ангел сердца мамы». Все подробности в сюжете нашего корреспондента Юлии Стаферовой. Как только не поддерживают участников СВО. По всей стране в школах и не только организуют множество благотворительных акций. Ребята пишут трогательные письма, изготавливают своими руками разные поделки, например, обереги в виде ангелов. Именно эту фигурку сделали ученики из 11-й школы. Серию таких мероприятий проводит руководитель общественной организации многодетных семей «Сердце мамы» Ирина Варнавская. В этой школе проходила акция. Ребята с пяти классов им были переданы материалы нашей организации. Они вместе с учителями технологии изготовили 100 ангелов. Эти ангелы полетят на фронт к нашим бойцам. Ребята делают вот таких ангелочков. Это старинный русский оберег, сделан по русским технологиям. На Руси очень часто такие делали обереги. К ним ребята на вот таких открыточках наших пишут какие-то свои пожелания. Ирина Варнавская специально приехала в это учебное заведение для того, чтобы на торжественной линейке наградить тех, кто принимал активное участие в создании «Ангела-берега» для бойцов СВО. Считаю то, что нашим ребятам, которые находятся на фронте, им очень тяжело, им нужна любая поддержка, хотя бы моральная, чтобы они смогли себя чувствовать лучше, потому что они далеко от дома, возможно, без связи с родными. Общественная организация «Союз женщин России» также помогает во многочисленных мероприятиях по поддержке участников СВО. Это третье учреждение на территории нашего округа, которое приняло участие во всероссийской акции. Но не крайне не последнее, потому что у нас еще есть планы и в других заведениях, клубах, сообществах провести такие акции. Фигурка в виде «Ангела-берега» олицетворяет любовь и поддержку, которая сейчас так необходима участникам специальной военной операции. Юлия Астаферова, Алексей Астафуров, Ольга Садовская, Видное ТВ. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова